Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Борьба со стихией продолжается. Коммунальщики борются со снегом, а жители с коммунальщиками. Снег замел и подъездные пути к нашей телекомпании. Гости с трудом пробираются на эфиры. Так и не дождавшись никаких действий со стороны управляющей компании, наши сотрудники отправились собственноручно расчищать дорогу. Вместо микрофона и камеры лопаты и валенки сотрудники телеканала «Самары ГИС» сменили главное орудие журналиста на рабочие инструменты дворника. Частные коммунальщики почистили снег вокруг дома, где находятся наши редакции. Вот только про эту дорогу, кажется, забыли. От такой нерасторопности страдают не только автомобилисты, но и обычные пешеходы. Я не видела, честно так сказать, я не видела. Вот они даже вот этот вот переход, вот эту вот проезжую часть туда, как она называется, шину монтажа, да, они даже ни разу не прошли по ней. Все так и машина буграми ходит. И вот здесь вот переход от этого асфальта туда к дороге, тоже вот такой промежуток оставили грязный весь. И ходим ноги там трем. Ну как, ну вот раз проехали, видели, за всю зиму. Ты скажи, вот про это. Это вообще ничего не чистили, не подъехать, ничего. Пролею вообще ничего там нет. Ну негде гулять. Вот гуляю здесь только на дорожке и все. В ужасном положении, солнышко мое, в ужасном положении. Не убирай, что ли, вот так вот. Сейчас я стала выходить, облили меня, понимаешь ли. Представители управляющей компании по достоинству оценили наш энтузиазм, но на помощь не спешат. Говорят, это не их зона ответственности. Участр благоустройства работает ежедневно, ежедневно, фактически круглосуточно, без выходных. Когда стихийное бедствие происходит, естественно, немножко не успевают. Подождите, дорога, дорога, это уже не наша. Вы сначала вот посмотрите схему закрепленной территории. Как нам пояснили в районной администрации, эта территория все-таки закреплена за управляющей компанией коммунальник. Как бы они от нее не отрекались. А пока в нашем дворе машина – это скорее роскошь, а не средство передвижения. Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. Между тем, как сообщает городской департамент благоустройства и экологии, на уборку города каждые сутки выходит до 400 единиц спецтехники. К настоящему моменту уже вывезли более 250 тысяч тонн снега. Не намного меньше, чем за всю прошлую зиму. На борьбу с последствиями стихии, а заодно и с недобросовестными управляющими компаниями, ежедневно выходят представители администрации. Пока стопроцентный результат достигнут только на тротуарах. Общая площадь тротуаров, которая содержит МПП благоустройство, миллион шестьсот тысяч квадратных метров. Все они с определенной кратностью, это 18 раз в месяц, расчищаются на ширину щетки МТЗ. То есть все тротуары на сегодняшний день расчищены 100%. Вопрос о снежном накате, который остается на асфальтовом покрытии, это допустимо? В Самаре за 20 дней января выпало более сотни месячной нормы осадков. Ежедневно, по данным городского департамента благоустройства и экологии, вывозят в среднем 10 тысяч тонн снега. С планами и объемами снегоуборочных работ можно ознакомиться в блоге МП благоустройства. О нечищенных дворах и не сбитых с крыш сосульках самарцы могут сообщать по телефонам горячей линии. Специалисты городского департамента ЖКХ примут информацию и направят ее частным коммунальщикам. На еженедельном совещании в профильном ведомстве руководство управляющих компаний еще раз напомнили о том, что следует усилить работу по расчистке снега во дворах и скрыж домов. Я хочу обратиться к управляющим компаниям. Здесь также, в принципе, оценка управляющих компаний просматривается непосредственно по, как устраняется горячая линия. Обратите особое внимание. Пожар на улице Юных Пионеров полностью уничтожил частную сауну. Она находилась на первом этаже многоэтажного дома. В итоге от сильного задымления пострадали квартиры в двух подъездах. С подробностями с места событий наша съемочная группа. Ну вот посмотрите, под блинтусами дым шел снизу, вот из-под блинтусов. Все это в следы видно, все это горело. Черная копоть на полу, стенах и мебели. Жители 61-го дома по улице Юных Пионеров показывают последствия пожара. Квартира Владимира Пивоварова находится на втором этаже, прямо над помещением, где располагалась частная сауна. Владимир говорит, еще до пожара от нее было немало неприятностей. Они там все пьяные постоянно. Ну, естественно, понимаете, там разват полный. Вот, бассейн, орут. Это все подо мной, под моими комнатами. Музыка, ну, до двух, до трех ночи. Им звонишь, бесполезно. Из-за пожара в доме было нарушено теплоснабжение. Выбиты стекла, временно прекращена подача холодной и горячей воды. Тепло и вода вернулись в квартиры в течение суток. Также муниципальное предприятие по эксплуатации и обслуживанию общежития оперативно установило новые окна. Но оценить, какой урон нанесен коммуникациям дома в полном объеме, специалисты обслуживающего предприятия не могут. У нас в саму сауну как не допускали, так и не допускают. Там проходит у нас система отопления общего здания, там проходит у нас водопровод на здание, там у нас проходит система общий ввод горячего водоснабжения на здание. То есть, фактически, большая часть инженерных сетей проходит именно по территории сауны. Там находятся бассейны, предусмотренные никакими проектами, это дополнительная нагрузка на фундаменты здания. Соответственно, мы не можем, грубо говоря, гарантировать нормальную работу здания. После пожара в помещении начали ремонт. Восстанавливают сауну практически круглосуточно. Терпение жильцов на исходе. Начиная с 2010 года, люди неоднократно писали жалобы по поводу работы сауны. Но никаких действий не последовало. Владелец заведения не установлен до сих пор. Диляра Гаврилова в этом доме живет пять лет. Семья уже один раз пережила пожар. Сюда их заселили, как погорельцев. И теперь жизнь женщины с маленькими детьми снова под угрозой. У меня уже больше нет сил. Мы жаловались на эту сауну, что уберите ее, что это не положено, не дай бог, будет возгорание. Вот дождались. Я надеялась, что теперь уж нам точно ее закроют. Так нет, они еще нам ухмыляются, говорят, что через неделю сауна опять восстановится. Опускать руки жители дома не намерены. Люди считают, частной сауне не место в жилом доме. Жители в очередной раз пишут жалобы в полицию, районную администрацию и прокуратуру. В этот раз решили пойти дальше и обратиться в приемную президента. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, Дмитрий Мешканцов. События. Выплаты погорельцам должны предоставляться в течение суток. Такое поручение профильным ведомствам дал глава администрации Самары Олег Фурсов. Материальную помощь сразу после трагедии уже получили жители частного дома на улице Кольцевая, 82. Пожар там произошел 17 января. В доме проживали четыре человека, а одна женщина погибла. Буквально на следующий день компенсацию получили погорельцы сводников 7. Там тоже при пожаре погиб один человек. На еженедельном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов отметил работу специалистов, которые оперативно оказали помощь погорельцам. Кроме того, подчеркнул Олег Фурсов, у социальных служб должен быть запас одежды, которую можно было бы предоставлять пострадавшим от пожаров в случае необходимости. Максимально упрощайте процедуру выделения или сокращайте время оформления документов. Вот как по Самарскому району сработали, так и во всех остальных районах эта работа должна быть организована. Подключайте при необходимости и Департамент финансов, и Сергея Ивановича Черепанова, если нужен маневренный фонд. Значит, это обязательно нужно делать. Очень быстро. Решить спорный вопрос теперь можно, не доводя дело до суда. В Самаре начал работу кабинет досудебного урегулирования конфликтов. Сюда могут обращаться люди для мирного решения вопросов о расторжении брака, разделе имущества, о том, с кем останется ребенок после развода. В кабинете ежедневно дежурит квалифицированный специалист. Консультацию самарцы могут получить бесплатно. Во-первых, это экономия времени. Как правило, любой спор, если стороны настроены его решить, решается в 2-3 сессии. Любой судебный процесс занимает порядка двух месяцев и больше. В дальнейшем, по мере увеличения числа медиаторов, поскольку сейчас число медиаторов еще достаточно невелико, это будет открываться на базе всех судов, если, естественно, покажет свою положительную статистику, скажем так, и арбитражных судов. Кабинет досудебного урегулирования споров работает в суде Октябрьского района по будням с 9 утра до 6 часов вечера. Все тонкости профессии юриста на практике. В рамках акции «Студенческий патруль» у студентов самарских вузов появилась уникальная возможность узнать о будущей профессии с первых рук. В этот раз они посетили Зональный центр кинологической службы областного управления МВД и познакомились с жизнью четвероногих полицейских и методах работы с ними. Репортаж Павла Баймакова. Звериный оскал и грозный лай иногда может привести в чувство и одновременно парализовать даже самого отъявленного злодея. Четвероногие полицейские подчиняются лишь командам кинолога, который проводит с ними почти 24 часа в сутки. Надежда Ефимова и ее напарник-лабрадор Янки вместе несут службу более двух лет. За это время девушка убедилась, собачий нос в их работе – лучший помощник. Ни один детектор, ни один металлоискатель не может заменить собаку, тем более собака практически не ошибается. Собака, она объективна. Ей не может нравиться человек или не нравится, она все равно будет действительно делать то, чем мы ее научили. Для нас собака – это незаменимый помощник. Опять же, можно об этом долго и размышлять. Мы для собаки и авторитеты, и кормилицы, и друг. И это действительно тот тандем, когда собака не предаст. В кинологическом центре более сотни служебных собак – немецкие овчарки, лабрадоры и ротвейлеры. Их основные функции – розыск, задержание преступников, их конвоирование, а также поиск оружия, взрывчатки и наркотиков. Работа здесь нашлась даже ручным с виду – таксом. Они со свойственным им чувством охотника, с максимальной точностью по запаху крови, могут определить, кому принадлежит та или иная вещь, найденная, скажем, на месте преступления. Она занюхивает на старте тот объект, который ей нужно отыскать в ряду, и идентифицирует с тем запахом, который предположительно мог оставить преступник на объекте. Если она его идентифицирует, то есть обозначает сигнальный поз здесь садиться, то да, результат положительный. И чтобы дать стопроцентный результат, что да, этот человек причастен к данному виду преступления, берется три собаки. В ходе экскурсии студентам также рассказали, как у четвероногих проходят тренировки и о том, как поддерживают их здоровье. На территории центра работает ветеринарная лечебница, так как работа у четвероногих полицейских действительно собачья. По словам будущих юристов, полученные знания им пригодятся в дальнейшем. На учебе у нас теория в основном, практики есть, конечно, но в таких объемах нет. Экскурсия очень интересная, конечно, как работают, как воспитывают, как лечат, как дрессируют. Более подробно узнала о самих кинологах. Акция «Студенческий десант» продлится четыре дня. За это время студенты самарских вузов смогут подробнее ознакомиться также с работой патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. К другим темам. Самые умные роботы со всей области собрались в Самаре на фестивале по робототехнике. Областной фестиваль проходит в четвертый раз. Число участников за это время увеличилось в разы. А предоставленные проекты становятся год от года все масштабнее и уникальнее. Изображать из себя танцующего паука – это не все, на что способны эти хитрые устройства. По детскому велению и по их же хотению робот будет выполнять любые команды. Правда, человеческий язык машины не понимают. А потому ребятам нужно не просто собрать своего робота, но и запрограммировать. В составе вроде программу, думаешь, ага, он поедет. Включаешь робота, он начинает ехать и выполняет совсем не то. И ты начинаешь искать, где у тебя ошибка. Тут просто нужно продумывать, какие датчики куда подключаешь. Какое колесо будет работать при таком-то видении датчиков, белого или черного. Нужно это продумать, сидеть. Это трудно очень. Роботы должны суметь пройти по заданной траектории, сбить банки определенного цвета, а другие захватить с собой до финиша и уложиться при этом в считанные минуты. 70 команд, в каждой по два человека, демонстрируют мастерство своих творений на областном молодежном фестивале по робототехнике. А заодно обсуждают, каких еще роботов можно создать для жизни. Когда пульт найти не можете. От телевизора там. Ну вот такая идея. Но я, конечно, не знаю, как бы он его искал, но идея есть. Какой-нибудь летающий, летающий пульт, чтобы ты так пальцами щелкнул, и он к тебе летит. Воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи для этих ребят реально, говорят педагоги. Занятие робототехникой – это как вклад в будущее. Дети знакомятся с основами механики, программирования, управления, с достижениями сферы инноваций и высоких технологий. Это очень актуально. То есть здесь, видите, такая мультидисциплинная такая вот область технического творчества. Вот. И, конечно, потом с удовольствием будет рад видеть любой технический вуз в своих рядах. А в дальнейшем это вот неплохая карьера, инженерная. Победители Самарского областного фестиваля поедут в Москву, померятся силами со своими сверстниками на российском фестивале «Робофест». Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Лики Самары всегда с тобой. Придать самарцам и туристам облик города в буквальном смысле. Предлагает группа молодых дизайнеров. В качестве принта на майках, свитерах, куртках и кепках будет изображение старых самарских домиков. Почему именно такой тренд выбирает новое поколение и для кого будут шить одежду с изразцами, узнал наш корреспондент. Каждый из них неповторим. В дореволюционной Самаре нельзя было найти двух одинаковых домов. Отличительной чертой жилого здания становились резные деревянные наличники на окнах, став немногочисленные декоративные элементы. Круги растительной мотивы, ромбы, звезды, лучи – не просто украшения, а обереги дома – символы солнца, родной природы. Некоторые самарские домики построены и в конце 19 века, буквально увиты деревянным кружевом. Самарская резьба стала феноменом архитектуры. Но время эти шедевры не щадит. Уникальные творения народных мастеров исчезают с самарских улиц. Эти невысокие домики с искусной деревянной резьбой самарцы зачастую называют гнелушками. Они примелькались местным жителям и не кажутся особой архитектурной ценностью. Между тем, для иностранцев, приезжающих в наш город, именно эти шедевры деревянного зодчества становятся главным впечатлением. Они передают неповторимый характер города, русскую душу, склонную к творчеству даже в быту. Сохранить культурное наследие можно, если не в реальном пространстве, то в виртуальном. Оригинальное решение предложил молодой дизайнер Михаил Головачев. Вместе с творческой группой он разрабатывает интернет-сайт – интерактивную карту города, где будут собраны фотографии домов старой деревянной Самары. Шедевры деревянного зодчества дизайнер хочет одеть самарских модников и туристов. Следующий шаг – футболки, кофты, куртки, украшения, аксессуары в фирменном самарском стиле с изображением элементов домовой деревянной резьбы. Мы хотим не просто сказать, что это важно, а популяризировать и своевременно интегрировать это в городскую среду и вообще в культурное пространство современное. Каждая футболка – это практически такая картина, такое воспоминание о доме. То есть некий такой поэтический момент в этом присутствует, что как бы сам город дарит человеку часть своей души. Все это следует шить, полагает дизайнер. Именно деревянная резьба может стать новым самарским брендом к чемпионату мира по футболу 2018 года. В проекте не только одежда, сувенирная продукция и даже футбольный мяч с резными узорами. Таким образом художники рассчитывают сохранить традиции деревянной домовой резьбы и, возможно, создать новое направление в современном искусстве. Чтобы воплотить проект в жизнь, творческая группа подает заявку на участие в областном конкурсе грантов. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Первым творческим успехом Михаила Головачева стала победа в конкурсе на лучший логотип телеканала «Самара ГИС». Птичка – именно его работа. Лисы – тоже модный тренд в одежде. А вот в черте города – экзотика. В интернете появился ролик, на котором сняты леса, который растерянно бегает посреди бела дня на улице Революционная в районе станции метро «Гагаринская». Увидев необычного пешехода, прохожие и тут же бросили снимать лесу на видео, а водители останавливались. Две трети опрошенных россиян заявили, что в России уже начался экономический кризис. Среди жителей столицы и других крупных городов наиболее высок процент тех, кто придерживается подобной оценки. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самара ГИС» на экранах смартфонов и планшетов. У меня на этом все. Всего доброго. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Правительство признает ряд объективных предпосылок для роста цен на товары. К таким предпосылкам можно отнести, в частности, существенную зависимость от импорта. Тем не менее, Минпромторг, Минсельхоз, правительство и антимонопольная служба реагируют и немедленно разбираются с каждым конкретным случаем повышения цен на продовольствие в каждом конкретном регионе. К сожалению, тенденция роста цен на муку и хлеб в ближайшее время сохранится. Правительство ожидает снижение цен на зерно от 50 копеек до 1,5 рублей за килограмм, благодаря введенным с 1 февраля 2015 года экспортным пошлиным. Египет предлагает России взаиморасчет в рублях. В основе предложения – состояние российской валюты и желание активизировать российский турпоток. Причем начать расчеты в рублях предлагается уже в феврале. Стороны прорабатывают механизм двусторонних соглашений, которые позволят отказаться от американского доллара, который до сего дня оставался основной денежной единицей российского египетского туризма. Российский фондовый рынок открылся снижением индексов. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1573 пункта. Среди лидеров падения – бумаги Россетей, Преф и Транснефти, акции ВТБ, НЛМК, ФСКЕС и Норникеля. Лидеры роста – Интеррао, Алроса, РДР Русала, акции Полюс Золота, Преф и Башнефти и обыкновенные акции Распадской. Негативное открытие торгов произошло на позитивном внешнем фоне. Цены на нефть, хоть и не сумели продолжить начатый накануне отскок, демонстрируют стабильность и держатся на уровнях вчерашнего закрытия. На азиатских биржах преобладает покупательный настрой на фоне публикации достаточно позитивной статистики по китайской экономике. Курс доллара на 20 января – 64,97 рубля, курс евро – 75,17 рубля, золото стоит 2664 рубля за грамм, серебро стоит 35,34 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 35 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте! В эфире новости спорта и я Андрей Трой. Баскетболисты Самара СГЭУ потерпели поражение от Новосибирска. Павлюченкова закончила участие в турнире Australian Open. В расположении крыльев советов прибыл новый нападающий. Самара СГЭУ провела очередной матч чемпионата Суперлиги, в котором проиграла Новосибирску. Это первое поражение команды за целых два месяца. Начав вторую четверть с семиочковым преимуществом, удержать его самарская команда не сумела. Новосибирцы, в составе которых выделились Павел Александров и Александр Анисимов, быстро сравняли счет. За минуту до большого перерыва судьи усмотрели умышленную отмашку со стороны нашего игрока и отправили его в раздевалку. После большого перерыва Новосибирск начал постепенно уходить в отрыв. Итоговый счет встречи в 80-90 в пользу Новосибирска. Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на турнире Большого шлема Australian Open. В первом круге соревнований 25-я ракетка мира встречалась с бельгийкой Яниной Викмайер, занимающей в мировом рейтинге 80-е место. Анастасия реализовала лишь один брейковый мяч из шести и трижды упустила свою подачу, проиграв в итоге со счетом 6-4, 3-6, 3-6. Обе теннисистки выполнили по пять эйсов. Павлюченко допустила 9 двойных ошибок, в то время как Викмайер 6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. После этой победы Викмайер вышла вперед в счете по личным встречам с Анастасией 2-1. В расположение Крыльев-Советов прибыл 20-летний нападающий Махачкалинского Анжи и молодежной сборной России Сердер Сердеров. Спортмен приступит к тренировочным занятиям вместе с Крыльями, а также, вероятно, примет участие в контрольном матче Крыльев с Астаной, который состоится в Дубае в среду, 21 января. Скорее всего, после этой игры Крылья огласят решение относительного контракта с этим футболистом. Напомним, аренда футболиста рассчитана до конца сезона. По условиям соглашения самарцы смогут выкупить форварда за 600 тысяч долларов. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...